Хочу сейчас вам описать проект, именно связанный с Украиной. Первое, это вот сам праздник, саму политическую структуру, и плюс, как можно привести нового человека, который будет новый политический деятель с большими рейтингами в Украине. Или на Украине, кому как удобнее, да? Те люди, которые мониторят эти структуры, да, ну, после того, как я там скидывал проекты, по идее, вы должны же меня мониторить, да, если мозги есть вообще, да. Так вот, этот проект, который сейчас я буду описывать, его могут реализовать или российские спецслужбы, давайте будем честны, у вас там почти везде ваши люди сидят, или же, допустим, западные спецслужбы через, допустим, CIE через своих людей в Ми-5, Ми-6, как будто приехал человек с Англии, или по еврейской линии. В общем, слушайте то, что я вам рассказываю. Гениальная идея, гениальная тема, это реально можно реализовать в Украине. Первое. Вот сегодня на Украине, да, вот сейчас вот это по всей вашей еврейской линии, там сегодня сидит у власти Зелинский, как я помню, у него рейтинги так себе. Понятно, что он имеет отношение, скорее всего, сто пудов к клану Коломойского, да, видно в окружении его какие люди, плюс видно по тем людям, которые в его окружении, у них там родственники работали в ГРУ и тому подобное, понятно, что кто курирует всю эту тему, я не углубляюсь в ваши темы, да. Ну, глупо одному человеку лезть в системы такого уровня, да, государство или спецслужб, ну, все понятно, да. Я не хочу менять вашу систему, я просто хочу рассказать офигенный проект, который любой из вас по российской линии, или по еврейской линии, или по линии там западных спецслужб, можно реализовать его в Украине. Первое. Что можно сделать? Вот есть День Украины, да, понятно, что мусорится эта тема, Майдан, еще идет военные действия, понятно, для чего это идет по теме, разделяя власть, я все понимаю, умные люди все, я все понимаю, да, но, как можно сделать? Первое. Вот тут то, что я говорил по поводу там проекта под Азербайджан, вообще шикарнейший проект, то, что можно было и в России сделать, и вас укрепить, или самое главное, придет, когда новый человек в России к власти, можно обнулиться реально и создать новый политический строй в России, и вот этот День России вообще идеально, да, супер. Теперь под Украину. То же самое можно сделать в Украине, или на Украине, да. Смотрите. Первое. Берется, реально, кто-то выходит с инициативой, там, из любого клана, из клана Коломойского, из клана Юли, из клана Порошенко, Ахметов, кто-то другой там взаимосвязан, допустим, имеет отношение там по российским спецслужбам, или к западным спецслужбам. И выходит с инициативой, что вот можно построить памятник, крупный комплекс, посвященный Украине, украинскому народу. И вот создается праздник. Ну, вообще-то есть праздник День Украины, но под этот праздник строится вот такая аллея, да, вот, вот, аллея в форме, флага Украины. И вот представьте, вот будет синие цветы и желтые цветы, да. Большая крупная аллея. Цветы могут быть, и это можно постоянно их обновлять, ничего страшного, там, какая бы ситуация ни была, средства найдутся. Плюс, остается так, как есть. Посередине, посередине можно поставить памятник выстроенная Украина, где будет женщина, повторяю, или в белом одеянии, признак чистоты невинности, или в красном одеянии, что вот она вышла, Украина из Советского Союза, красный цвет, или кровь, что через многое прошла и по сей день проходит, и она выстрадала в этого независимого, в этого младенца, новую Украину, да, и ребеночек будет укутан в флаг Украины, да. Сегодня, повторяю, много возможностей, можно красить бронз, эта краска будет долго держаться, и это будет шикарно. Это можно сделать или в середине, да, вот в середине, или же, вот допустим, как вы видите, вот эту конструкцию, может быть, вот просто флаг, и здесь в середине будет фонтан, в котором будет памятник, или же, можно будет вот так построить, построить какое-то здание, чтобы крыша была в форме, вот, как у вас украинца, вот эта эмблема, сюда можно заходить внутрь и спускаться вниз, в подземное помещение, там три уровня будет, вот сейчас вам покажу прототип, так, это вот памятник такой может быть, женщина в руках держит ребенка, младенца, вот, и это прототипу для Великобритании, который можно сделать и в Азербайджане, и в России, и в Казахстане, и в Туркменистане, блин, и хоть в Северной Корее, где угодно, там, в Израиле вообще у евреев будет тоже классно, могли бы сделать выстраданный Израиль и в форме звезды Давида сделать фонтан, вообще шикарно было бы, там, с переходом, течет, как в ручей, вообще супер, да, ну вот, теперь по Украине, и делается вот памятник, да, и вот будет, и вот здесь, памятник, это выстраданная Украина, женщина, которая ребенок, фонтан, да, здесь можно, здесь можно сделать, как-то спускаться, здесь будет, допустим, 2-3 уровня, экспозиции, кафе, сувенирчики, это будет на самоокупкаемости, музей, где будет рассказывать, полностью история Украины, приводить со скольников, можно сделать, вот я повторяю, в любой стране можно по аналогу пионеров сделать там, укрята, допустим, я не знаю, любое название какое-то украинское придумать, и у них, чтобы вместо пионерских галстуков были украинские, как в форме украинского флага, популизм, популярность, патриотизм развивать, выставочный комплекс, у меня есть определенные памятники, конструкции, которые можно сделать, чтобы было интересно туристам, чтобы они приходили, ставили там пожертвования, и средства, все средства шли бы, на самоокупаемость данного проекта, возвращались бы деньги самого, с финансирования проекта, плюс, те средства, которые были в большей массе, чтобы все люди знали, что будет фонд посвященный, первое, часть шла на ребятам, которые воюют, допустим, в горячих точках, в том же, там, Донецке, или где-то еще, а часть средств шла больным украинским деткам, это шикарно, все равно там, сколько там, по 30 миллиардов в год ты без этого денег, хотя бы эти средства, чтобы пошли вот на такой офигенный проект, и это все, вся эта конструкция, она была бы, где этот флаг, да, вот на флаг, повторяю, или здесь, вот такое сооружение, с крышей, куда можно заходить, здесь, как кафешки, можно спускаться вниз, подземное пространство, выставочное, кафешки, сувенирчики, а вот здесь можно поставить фонтан, здесь, чтобы были вот цветы, синий, желтого цвета, и тропинки, плиточка, под цвет флага, здесь можно, кстати, прикольно, вот поставить крышу, чтобы была на крыше, вот как бы плитка, тоже флаг эмблемы, сюда можно подниматься на лифте, или по лестнице, и здесь смотровая площадка, и на ней видно, что вот это эмблема Украины, здесь все, видно, вот это, весь флаг Украины, шикарнейше просто, и вот здесь можно, кстати, поставить фонтан, выстраданная Украина, да, а внизу туда спускаться, там 2-3 уровня, большая пространство, это можно, и окупаемость, и сдавать в аренду площадки, под кафешки, ресторанчики, будет приходить молодежь, и туристы, это окупаемость, плюс, повторяю, что можно сделать, это можно сделать под Колом... под... под... Зеленского, и он, как бы, может получить рейтинги, и каждый год будет, вот это все под День Украины, вот этот комплекс, просто День Украины, и что? Майдан, Майдан не имеет отношения, Майдан появился позже, а Украина появилась до Майдана, да, а это будет посвящено самой Украине, с начала в начало, и... вот этот... да, и здесь, вот на этой территории, где-то рядом будет ставиться, также, трибуна, как и по аналогу всех других проектов, приезжать первое лицо, президенты, послы, дипломаты, и популярные личности, и будет идти шествие, как в 9 мая Советская Союз, и там в том же Китае, там в Северной Корее, будут идти военные, там может быть люди, которые воевали уже в... в горячих точках... доктора, спортсмены, там школьники с флажками Украины, ура, Батьковщина Украины, и тому подобное. Это все вместе объединяется вокруг этого праздника, здесь, где вот эта вся аллея, вот эта конструкция, где памятник выстраданной, выстрадана Украина, это будет фундамент конструкции, посвященной стране, и любой политик может эту тему мусолить, и объединяй вокруг этого события всю страну, и это будет на века, да, вот в чем гениально, что это на века, это можно сделать в любой стране, это можно сделать, повторяю, под Зеленского, или же, у меня офигенная система, в которой много лет я общался с серьезными людьми, просто люди из окружения Путина у меня украли эту идею, но в чем фишка? Человек, вот это могут сделать или русские спецслужбы, Кремль, или западные спецслужбы, человек, украинец, там какой-то Микола, который работал за границей, не в России, да, за границей, вдруг приезжает своего заворотка с Польши или с Англии, с деньгами, что он много лет там работал, заработал деньги, и теперь он хочет что-то сделать для своей страны, занимается боготворительностью, плюс у меня есть идея, как можно создать фонд, где будут создаваться продукты первой необходимости, по себестоимости, это все все равно окупается, какая упаковка должна быть, этот человек становится популярным в обществе, занимается этим, плюс он может выйти с этой идеи, этого проекта, он этот проект финансирует, через спецслужбы это можно профинансировать, потому что этот человек, если он лоббирует этот проект, он приходит к власти, соответственно, или русские спецслужбы, или западные спецслужбы, кто его курирует, он, соответственно, представляет, чьи интересы, те, кто его финансирует и курирует, и это будет новый политический деятель, это можно сделать в любой стране, повторяю, это можно сделать в Польше, можно сделать в Венгрии, при том, есть у тех же российских спецслужб, в той же Польше, в Венгрии есть своя агентура, Или те же МИ-5, МИ-6, серьезные люди, допустим, какой-то человек приехал с Англии из заработков. Можно так обиграть, у меня есть идея. У меня там, притом один из этих проектов, он уже пошел. А в Молдове, он изначально пошел, человек мог бы быть президентом. Просто там разборки между вот этими криминальными всеми ФСБшными, солнцевскими структурами не пошло как следует. Забуксовало. Но сама тема гениальная, сама структура. И это можно сделать. И это можно сделать везде. Я могу объяснить, мне все равно, я ничего не мучу, я никуда не лезу. Просто у меня есть гениальная идея, я хочу, чтобы они были реализованы. И я надеюсь, есть какие-то нормальные люди, офицеры, не как вот эти из окружения ВВП, которые просто забирают эти идеи. И я могу объяснить. И повторять, человек может или под Зеленского, или под кого-то из Украины. Или это может пролоббировать окружение Коломойского, Порошенко, Юли, или тоже Ахметова. Или там, не знаю, окружение Путина, или там реально силовики же рулите, или по еврейской линии. И пролоббировать проект. Я могу все описать. Сам проект стоит 10 миллионов паунтов. Тем, кто генералы, кто пролоббирует окружение этот проект, я вам даю 25%. Я легально его продаю, я заплачу налоги, я даю 25%, это 2,5 миллиона. Я куплю вам или квартиру в центре Лондона, или кэшую. Все чисто, открыто. Я открыто говорю. Я знаю, что меня мониторит спецслужба, мне все равно. Проекты офигенные. Кому интересно, можете со мной связаться. По e-mail я вам все расскажу. Шикарнейший. Плюс я все пишу, все этапы, что надо говорить, чтобы люди шли. И почему я это, кстати, описываю открыто? Потому что я много раз заходил в закрытые двери, никто не знал. И потом мне забирали проекты. Поэтому я в массы скидываю, пусть все знают, что это мои проекты. Вот и все. Кому интересно, можете со мной связаться. Спасибо. К сожалению, больше не могу записывать лимит по времени для YouTube. Интересно, свяжите со мной. Если кому-то, конечно, интересно. Если нет, то нет, на нет судания. Спасибо.